Дорогие друзья, мне не хотелось бы называть вас коллегами, потому что вы коллегами, безусловно, являетесь. Почему не хотелось бы? Потому что коллеги — это собрание равных. Каждый понимает, что у меня так и у меня есть. Но когда я становлюсь слишком большим, то рядом со мной уже никого нет. И получается, вместо того, чтобы мы с вами встретились, и от друг друга восприняли самое главное — радость общения, радость знаний, радость опыта, любви, мы очень часто надолеваемся и не получаем это. Поэтому мне хотелось бы сказать, дорогие друзья, я очень рад вас здесь видеть, и тем более рад, что такие подобные ассамблеи у нас производятся, потому что это нормально, это хорошо, это правильно. Но каждый занимающийся педагогической деятельностью прекрасно знает, как трудно одному пробивать дорогу вперед. Много ты можешь достичь, и словно трудом, но как трудно, и как прекрасно, когда ты находишь единомышленника, который так же сгорает, как и ты, от науки, который так же ищет пути, достучаться до знаний, который так же хочет достучаться до сердца своих слушателей, вложить в них, и когда ты еще более отрадно видеть плоды этих знаний. Поэтому каждый из вас прекрасно знает, когда я становясь на этом поприще педагогической деятельности, и прекрасно знает свое имя. Помните, да? Раб ведущий. К сожалению, звучит как-то не по-современному, но это призвание, оно, наверное, самое лучшее, потому что если посмотреть на нашу с вами деятельность, оно где-то лучше, наверное, так и есть. Мы становимся с вами рабы своего тела. Мы не можем найти где-то свободного времени, для своей даже семьи порой. Мы не можем найти многого, мы тратим всю свою энергию, все свои знания для того, чтобы наше дело дальше продолжалось. И это прекрасно, потому что самое главное, что вы делаете, это вы доносите образ знаний, образ знаний, образ мировоззрения для своих учеников. И пора сегодня, я хотел бы об этом немножечко сказать, потому что сам принцип познания как такового, это принцип заложен на утинию Бога. Человек начинает познавать мир, еще и натрешение, и натрешение, и натрешение, и натрешение. Когда он появляется на свет, у него сразу, когда появляется учитель. Неважно, мама родная или ближайшая. Учитель всегда его учит жизнь. И человек всю жизнь, сколько бы ни находился, он всегда учится. Он всегда пытается познавать больше, открывать на свои какие-то новые страницы, знания. Это естественно. И очень важно о том, чтобы этот учитель, который его вкладывает в его знание, или открывает ему дорогу, как вы знали, был тот, кто действительно был безупречен. Тот, который предлагал себе некий образ совершенства. Конечно, мы не можем быть до конца совершенными, но образ совершенства мы должны иметь. И еще более важно, что мы с вами, Маталий, показывать образ настоящего человека. Настоящего. Не только профессора, не учитель, не педагога, а образ настоящего человека. Потому что вы формируете, по сути дела, не то, что будущие страны, вы формируете личность, вы формируете ту личность, как таковую. Какая личность будет, такое будет наше будущее. Мы сегодня с вами хотим смотреть в будущее, и при этом, мы сейчас забываем, что от нашего личного образа учителя зависит практически все. Если он не нравственный, если он неправильный, то он будет искать своего преподавателя. Это свое он может и будет получать, но плоды его обучения будут поручены. И поэтому сегодня, когда мы говорим о том, какое будет образование 21 веке, когда мы с вами открываем много пути, подхода, ищем инновации, всевозможные технологии, методики, мы всегда должны помнить о том, что на самом-то деле мы-то с вами, кто мы с вами педагоги, мы с вами те самые рабы, которые должны привести и для открыт ученику любовь к познанию. Ведь на самом-то деле ничего больше от нас не требуется. Мы не можем в ученика вложить знания, потому что если он не хочет их обладать, поскольку мы с вами не били сюда, никакого результата мы не ворочим. Но если мы с вами вложим в него самое главное качество, любовь к знаниям, он будет черпать и от нас, и после нас, и он всегда скажет нам спасибо. Но каким Бога знал это приводит? Как сделать так, чтобы любовь к познанию ученика случайно не исказилась и не направилась к этому поводу? Вот это вопрос самой большой нетрудности, самой большой обязанности для каждой ученики. поэтому сегодня мне пожелать каждому из присутствующих увидеть друг друга. Мне не говорится, что я большой или я маленький. Мы же с вами собрались, чтобы была продуктивная работа. Мы как раз, что у клуба мы собирались, правильно, великолепно. Собирайтесь, смотрите, бесследуйте, общайтесь, дарите. Применяйте потом, прилагайте к своему мнению. А самое главное помните, что от вашего внутреннего состояния, от вашего личного, нравственного состояния есть очень много. Потому что кроме знаний, вы даете еще самое любовь. Любовь к познанию, а вообще любовь к всей жизни. Поэтому Богу помощь, я очень рад всех видеть, и желаю, что каждый прошел это время с плодоторной, и для своих знаний, и прежде всего своей души, а самое главное умение, а потом это знание, прилагать и передавать и слушать.